Я рад приветствовать всех вас, дорогие братья и сестры, Церковь Божия, рад приветствовать Левобережный Кампус, рад приветствовать всех, кто присоединился к нам и слышит это слово, которое Господь дал мне сегодня. Я буду говорить сегодня об одной из важнейших тем, и я знаю, что это очень практическая сторона нашей христианской жизни. Я назвал эту тему, чтобы дети служили Господу. Вы знаете, годы идут быстро, и мы из детей превращаемся в юношей, потом из юношей превращаемся в зрелых людей, потом мы выходим замуж или женимся, и потом у нас появляются свои дети. Первый раз в жизни, я помню, я стал отцом, я никогда раньше не был отцом, и у меня не было возможности тренироваться ни на ком другом, и вдруг я влетаю в эту взрослую жизнь и становлюсь отцом. И теперь уже у меня ребенок, и теперь мне надо воспитать этого ребенка, и надо не ошибиться. И потом только, знаете, как у нас говорят в России, цыплят по осени считают. И потом, когда они уже взрослые, я наконец-то до конца пойму, смог я или не смог, как у меня получилось с воспитанием. И многие из нас именно в таком переживании или в таких событиях проживали и проживают свою жизнь. Я хочу начать с того, что Писание дает нам очень ясные примеры и очень ясные направления, и учит нас, учит, как быть хорошими родителями, как воспитать своих детей, что сделать, чтобы дети, когда они вырастут, они служили Господу. И я хочу начать сегодня вместе с вами с известного текста из Священного Писания, книга Иисуса Навина, 24 глава, с 14 по 15 стихи. Написано, «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою в Египте, и служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амариев, в земле которых живете? И вот здесь внимание, «А я и дом мой будем служить Господу». Просто представьте себе эту картину. Иисус Навин, лидер огромного количества людей, стоит перед начальниками, судьями, перед братьями, стоит перед Израилем и говорит эти слова. Изберите, кому вы будете служить, или этим богам языческим всем, или всем тем идолам, которым служили другие люди, или отцы ваши. Что касается меня, то я и дом мой мы будем служить Господу. Если будете читать дальше, то буквально через несколько стихов вы увидите, что народ отвечает и говорит, «Мы будем служить Господу, ибо Он, Бог наш». Иисус Навин продолжает и говорит, что это не так легко, что ваши отцы не смогли. И Он как бы отговаривает их, говоря, «Подумайте, что вы говорите, и какое решение вы принимаете». Но через несколько стихов мы читаем, что народ говорит Иисусу в ответ, «Нет, мы будем служить Господу». Иисус Навин снова говорит им, что это очень серьезное решение, служить Господу всей семьей и всем домом. И они, отвечая, говорят Ему, «Господу Богу нашему будем служить, и голоса Его будем слушать». И потом написано, что заключил Иисус Навин с народом завет в тот день и дал Ему постановление в закон, и закон в сихеме. Друзья, я хочу спросить сегодня у каждого из слышащих меня, скажите, а что могло бы помешать? Стоит глава, отец семейства, мужчина, с полным сердцем и желанием, четыре раза повторяет эту мысль, «Я буду, я сделаю это, я буду служить Господу». Я решил, я не играю, я не шучу. Иисус Навин говорит, ты подумай об этом. Я думаю, я знаю, я понимаю, о чем я говорю. Я буду служить Богу. Хорошо, заключаем завет. Заключаем завет. Скажите, есть ли что-то, что может остановить в этом решении этого человека? И разве может оно не исполниться? Оказывается, может не исполниться. Если вы будете читать дальше, то вы найдете в суде во второй главе в шестом стихе и ниже историю о том, что когда они пришли в обетованную землю, то Иисус Навин распустил народ, и каждый пошел в свое место, чтобы получить ту землю, обещанную землю, в наследие. И написано, что пришло время, когда умер Иисус, сын Навин, и он был уже в преклонном возрасте, его похоронили. И когда весь народ, не только Иисус Навин, а все пожилые люди, то поколения предыдущие, тоже отошли к отцам своим, то после них восстал другой род, и вот здесь внимание, 10 стих, который не знал Господа и дел его, какие он делал Израилеву, тогда сыны Израилевы стали делать злое перед очами Господа, и стали служить ваалам, оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражали Господа. Да вы что, неужели это может быть? Неужели следующее поколение, отцы обещали, заключили завет, а следующее поколение отошло от Бога? Именно так и было. В богословии это называется потерянное поколение. И я хочу обратить ваше внимание на то, что же сделал Иисус Навин или отцы не так? Почему же они потеряли своих детей? Эта история не только с Иисусом Навином и со следующим поколением. Может быть, ты, слушая меня, сам осознаешь, что это и твоя история. Ты был наполнен желанием своих детей как-то воспитать так, чтобы они служили Богу и больше тебя служили Богу. Но они выросли, и они пошли своим путем. Что не так? Что делал или не делал Иисус Навин? Друзья, я хочу сказать, что статистика, которую я нашел, она ужасающая. 90% в западных церквях Европы и Америки молодежи, которые заканчивают обучение, уходят в церкви. И только 10% остается. Я искал у нас в России, но, к сожалению, такие исследования, видимо, у нас в наших церквях никто не проводил. Но то, что я нашел, это баптистские и милинские исследователи, которые дают другие цифры. От 30 до 80% наших детей в нашей стране, в России, уходят в мир. Вы знаете, когда мы говорим о таких цифрах, вы, может быть, слушаете и думаете, 90, 30, 80, там, какая разница, сколько детей. И мы можем так думать до того момента, пока речь не идет о твоем или о моем ребенке. Но если ты выносила ребенка, если ты мечтала о нем, если ты родила его, если ты держала его на руках, кормила грудью, и с детства, с молока матери, мечтала, чтобы девочка твоя или мальчик твой вырос, и чтобы у них была прекрасная судьба, чтобы они жили с Богом, чтобы они не грешили, не жили двойной жизнью, а потом случилось что-то, или постепенно, и ребенок ушел в сторону, не слушает больше тебя, тогда это касается тебя, и это твоя боль, и это твоя тревога, и я бы сказал больше, и даже трагедия для многих из нас. Когда дети маленькие, мы можем их взять за руку, привезти в церковь. Когда дети маленькие, мы можем им сказать, делай так, молись вместе со мной. Мы можем какую-то власть применить, силу применить, но так незаметно они вырастают, и потом в какой-то момент, будучи подростками, они уже нам осмеливаются сказать, мне не нравится это, я не хочу это, и уже через какое-то время мы не можем применять те методы, которые применяли к ним в детстве. Друзья, я хочу сказать о том, что есть 12 имен, которые хочу вам быстро прочесть и задать один вопрос, что общего у этих людей. Это известные личности, которые были в истории. Фридрих Ницше, все, кто изучали, кто учились в институте, в гуманитарных институтах, вы, скорее всего, изучали философию, и в философии мы изучаем труды Фридриха Ницше, знакомимся с ними. Это известный философ и атеист. Элис Купер, это американская звезда. Гудрун Энслин, террористка, женщина, которая убивала безжалостно людей, взрывала машины, была очень злой и очень демонической. Элистер Кроули, отец современного сатанизма, написал сатанинскую Библию. Между прочим, Гитлер черпал свои идеи именно у этого человека, у Кроули, и когда написал свой труд «Мейн камф», «Моя борьба», то много идей он взял именно отсюда. Кэти Перри, американская рок-звезда, Карл Густав Юнг, психоаналитик, атеист, богоборец, Анджела Меркель, Ангела Меркель, канцлер Германии, нынешний, Гордон Браун, бывший премьер-министр Англии, Винсен Ван Гог, очень известный художник, Мартин Лютер Кинг, помните его фразу, «У меня есть мечта», пастор церкви, который боролся против расовой несправедливости в Соединенных Штатах Америки, Фрэнклин Грэм, или его родной брат Билли Грэм, которого мы проводили в прошлом году, который прожил долгую благословенную жизнь и проповедовал огромному количеству людей, евангелист, Дэнзел Вашингтон, Дэниел Вашингтон, актер, обладатель премии «Оскар», 12 разных человек. Как вы думаете, что общего? между ними у этих людей, да, они были очень известны, конечно же, известны во всем мире, и все они были детьми верующих, родителей, более того, их папы все были пасторами. некоторые из них, как эти Пэри, это американская рок-звезда, папа был пастором пятидесятнической церкви, или у Дэниела Вашингтона, тоже пастор пятидесятнической церкви. в доме, в доме у этих детей, когда они были детьми, на столе лежала Библия, и родители, скорее всего, перед сном, склонялись на колени и благословляли своих детей. Это были дети пастырей. О чем это говорит нам? Почему у одних рождается сын и становится пастыром или евангелистом, а у других вырастает и становится сатанистом? Что нам делать с вами, чтобы у нас не произошло такого негативного и очень страшного сценария с нашими детьми? Что делать, чтобы не оплакивать потом всю оставшуюся жизнь своих детей? Хватит ли просто поднять как это сделали эти мужчины, когда Иисус Навин призывал и говорил, что вы будете делать, и пообещать я и дом мой будем служить Господу? Достаточно ли этого? Однозначно, что нет. Мы осознаем, что даже высокий духовный сан и семья пастора не является гарантией того, что дети могут вырасти и служить, что дети вырастут и будут служить Господу. Я хочу сегодня с вами поговорить об одном библейском примере одной семьи. Меня очень вдохновляет этот пример и дает надежду. Я хочу, чтобы мы вместе с вами посмотрели на Деяние апостолов 16 глава с 1 по 3 стих. Это далеко не совершенная семья, но у них благословенный мальчишка, который вырос, обычный человек и который стал служителем, вдумайтесь только, служителем самой большой церкви в мире того времени. Давайте прочтем Деяние апостолов 16 глава с 1 по 3 стих и мы посмотрим на некоторые принципы, которыми мы можем научиться в этой семье. Дошел он до Дервии и Листры. Речь идет об апостоле Павле, который взял с собой Варнаву или Варнава и Павел, потому что в первом месте нескольких путешествий там на первом месте был Варнава, Павел был как бы второй в команде. И написано, что дошел он до Дервии и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофея, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец Елен, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Виконии, его пожелал взять с собой и взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был Елен. Друзья, эта история произошла две тысячи лет тому назад. В этом месте, которое тогда называлось Римской империей, римляне завоевали большую часть Африки, Азии, и большую часть Европы. Огромная римская империя сегодня в этом месте другие страны, Турция и другие страны, но в те годы это была одна большая империя. И вот эта семья жила в небольшом городе, который назывался Листра. Интересно, я попытался обнаружить, что это за город, какая-то информация об этом городе, и я был удивлен, потому что на самом деле этот город ничем абсолютно не был знаменитым, не было никаких торговых путей, которые проходили бы мимо этого города. До Иерусалима было полторы тысячи километров. Даже сегодня, если бы вы хотели проделать дорогу в полторы тысячи километров, то где-то Урал уже был бы, или перед Уралом, если ехать отсюда, то вам нужно было бы на автомобиле минимум там, не знаю, часов двадцать наверное ехать. Но на самолете несколько часов вам нужно было бы лететь полторы тысячи километров. В том городе, где они жили, не было даже синагоги. Мы знаем, что по закону, чтобы была синагога, нужно, чтобы было не меньше десяти евреев, но там не было. Это был город, который полностью состоял из язычников, ветеранов войны, которые приходили, приезжали туда, чтобы дожить свой век. И в этом городе жила женщина по имени Лаида. У нее была дочь Евника. Я хочу сделать три момента, чтобы они остались у нас в памяти. Несовершенная судьба, несовершенное место, где жила эта семья, несовершенное воспитание, несовершенные родители, несовершенное воспитание, и несовершенные дети, тоже далеко до совершенства. Но, давайте скажем вместе, но, но, но совершенный Бог, который берет вот это все несовершенство и берет каким-то необыкновенным образом, видя сердце материнское и отцовское, слыша молитвы родителей и преобразовывает это в совершенную благословенную судьбу и использует все это несовершенство для своих целей. Итак, хочу, чтобы мы вместе посмотрели. Здесь есть несколько моментов. Можно еще немножко, чтобы вы еще минут 15 есть чуть-чуть, хорошо? Спасибо большое. Я хочу, чтобы вы посмотрели здесь еще на несколько моментов, которые здесь очень ясно для меня видны. В этот город в Листру приходит апостол Павел. Приходит вместе с Варнавой и в этом городе не находят человека, мужчину, который от рождения хромой не ходит, больной, никогда не ходил. Они приходят к Нему и они молятся о Нем и они проявляют силу Божию и Господь исцеляет этого человека. Моментально эта новость облетает весь город и жители всего того города сбегаются туда, в центр, потому что все знали этого человека и вот теперь он исцелен. Сбегаются туда и окружают Павла и Варнаву и они говорят Боги в виде человеков сошли к нам. Они назвали Павла Богом Верния, Варнаву Богом Зевсом. Какой-то какой-то жрец привел тут же к воротам города Валов говорит давайте мы сейчас заколем их принесем жертвоприношению Богам нашим и Павел и Варнава с трудом уговорили их не делать это. Весь город пришел в движение все было настолько сильно потрясено этот мужчина который был хромой он сейчас исцелен и они все были открыты чтобы принять Евангелие в это время пришли какие-то иудеи соседних городов и они стали возмущать людей и говорить эти люди лжецы не верьте им так же происходит сегодня когда действует Бог дьявол всегда кого-то посылает поэтому не верь когда кто-то тебе со стороны говорит это ложь это ложь так было и тогда 2000 лет тому назад и они начали возмущать этих людей ходя просто сзади и говорят это ложь это ложь это ложь закончилось дело тем что они схватили Павла вытащили за город и решили убить его эти же люди которые только что хотели принести жертву жертвоприношение Павлу и Варнаве сейчас вытаскивают Павла и побивают его камнями Бог дал жизнь апостолу он как-то выжил после того побития камнями удалился оттуда через три года он еще раз вернется в этот город но представьте себе вот в таком городе прямо где-то в этой толпе находилась женщина Лаида у которой была дочь Евника и они приняли Иисуса Христа мы читаем о том что Евника вышла замуж за грека грек был язычником знаете для иудеев это очень сильное нарушение их традиции и закона божьего когда человек выходит замуж за человека неверующего когда человек идет в другую так сказать вот культуру сердцем идет туда и возможно Лаида мама мечтала что ее дочь выйдет замуж встретит иудея и они поженятся у них будут маленькие детки которые будут также верить Богу может быть однажды они доберутся до Иерусалима где есть храм и они будут поклоняться Господу вместе со всем народом но все пошло как-то не так она встретила грека он предложил ей свое сердце она вышла замуж за него знаете что делали обычно евреи в таком случае они брали пустой гроб и несли по улице и приносили прямо туда в дом где девочка вышла замуж за язычника и ставили этот гроб целой толпой со всего города и порицали и могли даже плюнуть в лицо могли сказать ты мертвая как этот гроб ты мертвая что ты сделал ты потеряна для нас ты предала Бога нашего и вот Евника вышла замуж за грека возможно кто-то из вас проводит некую параллель в своей жизни но я хочу сказать о том что знаете Бог даже в этой ошибке Он не ставит точку у Бога нет тупиков у Бога есть второй шанс и Бог всегда до последнего дыхания нашего ищет путь к нашему сердцу чтобы что-то изменить и чтобы что-то сделать так как Он хочет с любого момента с любой ситуации это был не конец и вот в этой толпе где Павел и Варнава проповедовали об Иисусе Евника она обращается к Богу она возвращается обратно к вере и у них уже есть мальчишка родился мальчик мы не знаем были ли еще дети у этой семьи или нет но вот такое несовершенное родительское гнездо в котором этот Тимофей растет в котором этот Тимофей воспитывается вторая мысль которая хотела сказать это несовершенное воспитание вы знаете почему оно несовершенное потому что в семье где Папа не верит а Мама верит очень сложно воспитать детей верующими Папа тянет в одну сторону у Папы другие ценности и другие развлечения и у Мамы другие ценности Мама бежит в церковь Мама молится Мама читает Библию Мама взывает к совести нередко бывает так что Папе абсолютно это не интересно и мы читаем что их Папа был очень известный в городе по всей видимости он был достаточно состоятельным человеком приносил деньги домой возможно очень очень заботливым был заботился вникал во все но ему абсолютно все равно было вот эти все религиозные штучки эти все вопросы вера в Бога знаете я подумал о том что очень легко стать отцом но совсем непросто остаться им одно дело родить и другое дело воспитать давайте посмотрим на имена этих людей как звали их в этой семье мамы звали Евника бабушку Лаида а сына Тимофея есть другие имена такие как Елизавета Мириам Ревека Сара Еремия Захария Иоанн вот первая группа имен Евника Лаида Тимофей это греческие имена другая группа имен это еврейские имена другими словами живя на чужбине она даже уже детей своих по-еврейски не называла они взяли полностью те имена которые были там в том народе и возможно они даже уже и не разговаривали на еврейском языке на еврейском языке они начали потихоньку отходить от еврейской веры потому что окружение в котором они находились оно было совершенно другим друзья я хочу сказать что есть несколько принципов которыми мы можем научиться в этой семье и я несколько из них хочу озвучить первый из них знаете несмотря на то что их сын Тимофей был полуиудей полуязычник потому что мама была иудейка папа язычник и несмотря на то что мама Евника вышла замуж за язычника их бабушка его бабушка Лаида смогла сохранить отношения и вот первый принцип сохраните отношения с вашими детьми даже если они вас очень сильно разочаровали даже если они женились не на том на ком бы вы хотели или вышли замуж за человека который не служит Господу я видел немало таких моментов когда родители говорили ты больше в мой дом никогда не войдешь я не приду к тебе на свадьбу я не буду на помолвке я не буду я не буду поддерживать тебя я не хочу видеть твоих детей если ты это сделаешь то на этом стоит точка в наших отношениях ты мне больше не ребенок не горячитесь не делайте таких поспешных заявлений и мы иногда слышим как добавляют еще родители пока ты не покаешься а что если твой ребенок не покается следующих 10-15 лет ведь покаяние в коем счете дает Бог как ты можешь управить как ты можешь диктовать что нужно каяться сейчас потому что ты считаешь что нужно именно сделать так что если Господь через все это смирит твоего ребенка и он по-настоящему придет к Богу дашь ли ты Господу место и пространство знаете хорошее воспитание не тогда когда у вас все получается и когда все идет правильно родители должны реагировать правильно тогда когда все идет кувырком когда неправильные вещи делают наши дети тогда именно и родители должны делать правильные шаги и правильно реагировать второй принцип который я хотел бы сказать первый мы видим сохранить отношения второй называется корни и крылья и я хочу прочесть текст из Библии притчи 22 глава 6 стих настав юношу при начале пути его и он не уклонится от него когда и состарится несколько мыслей здесь в этом тексте настав юношу вот это слово настав когда евреи говорили слово настав оно содержало два момента то есть посвяти юношу и второй момент суз огранич настав его пути постав определенные заборы или границы вокруг твоего ребенка привнеси в его жизнь какие-то правила и ограничения которые помогут ему состояться правильным человеком и это все в одном слове настав настав сделай это хочу сказать о том что я видел немало таких моментов и мы с Тадикой иногда используем эту фразу идольская любовь идольская любовь это означает когда родители так сильно любят своего ребенка так сильно опекают его что он для них просто как идол и все я так сильно люблю своего ребенка мы называем это иногда вертолетом то есть это означает что когда родители кружат как вертолет над своим малышом и говорят ой тебе надо встать рано утром тебе надо кашку приготовить тебе надо одеть зовут ты не забыл вот я приготовила все вот я и обувь почистила вот и все и потом годы проходит и мама точно так же опекает еще и больше и даже в разговоре по мне даже я сидел общался и мама так о сыне своем так так заботливо с такой любовью с такой нежностью с таким переживанием рассказывает и просит помогите пастырь помогите и говорит такую фразу я говорю сколько ему лет ему всего 37 я говорю вы серьезно она говорит ну да он закончил институт но вы понимаете он непрактичный в жизни вы понимаете представьте себе и вот такой ребенок в 37 лет женится это же трагедия это же беда что будет делать жена что будут делать вообще близкие родные с таким человеком и так наставь посвяти вы хорошо делаете что приводите приносите точнее своих деток в церковь и с детских лет посвящаете их Господу Иисус пути поставь ограничения еще одну мысль хочу сказать в этом стихе где написано наставь юношу при начале пути его обратите ваше внимание на слово его путь его и здесь я должен признаться что мне пришлось тоже смириться и ломать свои понимания я помню однажды я был в одном доме и я видел как папа ходит по комнате и мечтает о своем малыше которого только что привезли с роддома он приговаривал ты у меня будешь ты у меня будешь ты у меня будешь летчиком ты у меня будешь тем ты у меня будешь тем годы прошли не стал этот малыш вырос уже большой не стал он летчиком я всегда восхищался думал Бог точно так о нас мечтает я по своему мечтал о том чтобы наша дочь она была врачом я хотел быть врачом в свои годы у нас не получилось Советский Союз не разрешал учиться в институте верующим людям я думал ну моя дочь точно пойдет этим путем и она в школе училась там химия биология все больше и больше но знаете что удивительно что у Господа другие планы от детях наших еще раз смотрим настав юношу при начале пути его что же ты Господь хочешь для моего ребенка какой твой план кого я ращу а может быть это следующий апостол Павел а может быть это следующий Моисей а может быть это следующий миссионер которого я должна куда-то отправить и послать и благословить нам не нужно свою волю диктовать но понять в чем воля нашего небесного Отца третий стих который я хотел бы сказать это личный пример Евника или третий принцип Евника и Лаида 2 Тимофея 1 глава 5 стих приводя на память нелицемерную веру твою которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евники уверен что она и в тебе друзья 90% нашего воспитания это не слова это образ жизни нелицемерная вера неподдельная вера это слово использовалось когда-то в те времена чтобы описать артистов которые выходя в амфитеатр одевали маску и все зрители знали что за маской кроется настоящее лицо истинная сущность человека который играет вот это слово лицемерие апостол Павел говорит что в последнее время будут люди которые будут иметь вид благочестия то есть форму а сущность другая и снова статистика ужасающая 85% детей которые ушли в мир говорят мы ушли потому что мы видели лицемерие у наших родителей и среди христиан наш папа и мама были одни в церкви наш папа и мама были другие на работе наши родители были третьими с друзьями и только дома они были настоящими нелицемерная вера которая была у бабушки и у матери последний принцип друзья и будем говорить о совершенном Боге две руки Евника Илоида бабушка и мама воспитывали этого мальчишку Тимофея две руки есть у нас одна притягивает другая отталкивает одна любит другая наказывает одна дисциплинирует другая поощряет друзья правильный метод воспитания отнюдь не либеральный когда вы все позволяете и не безразличный когда вам дела нет до вашего ребенка вы заняты карьерой или личным устройством своей жизни и не авторитарный когда вы диктуете но авторитетный когда ваши дети уважают вас и слышат ваше слово и вырастая они уважают вас очень глубоко и сильно я бы сказал нам нужно дать много любви и много дисциплины много заботы много внимания и много дисциплины несколько слов еще о несовершенных детях Тимофей был несовершенен Библия говорит о том что им пренебрегали что он также боролся с похотями Библия говорит что он болел он был больной в желудок его болел и что очень часто апостол Павел заботился чтобы его приняли потому что люди видя его слабый характер пренебрегали им и вот такого несовершенного Тимофея через три года когда апостол приходит в лист трусного в тот город где его побили там в деянии в 16 главе в 3 стихе стоит коротенькая фраза Павел захотел его взять с собою я представляю себе как бабушка и мама смотрят провожают и отдают этого подростка иди иди с апостолом хоть ты больной хоть у тебя слабый характер мы воспитывали как могли но приходит время мы отпускаем тебя и Бог берет такого несовершенного Тимофея и из него делает благословенного служителя Божьего я скажу что Павел отправил его в Ефес Ефес был страшно аморальный город в Ефесе был такой храм Артемиды Ефес там были все извращения которые только мыслимы и немыслимы а Павел молодой Тимофей боролся с похотями он даже пишет ему что убегай от юношеских похотей куда ты Павел что ты делаешь отправляешь Тимофея туда он стал пастырем самой большой церкви вы знаете мне очень нравится гимн который мы поем в нашей церкви и я хотел бы чтобы мы услышали этот гимн написала сестра она написала эту песню тогда когда у нее была очень сложная жизненная ситуация все рушилось были тяжелые тяжелые переживания и Бог и Бог положил ее на сердце написать такие слова ты бессилье мое утираешь с ресниц наполняешь меня верой живою я предвкушаю красоту поклонения я воздеваю руки к тебе без страха и сомнения совершенный Бог совершенный Бог я хочу друзья закончить тем что хочу укрепить каждого из вас верить Богу если вы увидели себя где-то в какой-то момент несовершенная судьба несовершенное воспитание несовершенные дети но но совершенный Бог в которого ты и я мы уповаем он возьмет твоего ребенка он встретит его даже если он больной и борется с похотями и делает грехи и идет в свои воли и он повернет его судьбу каким-то необыкновенным образом и сделает то что он хочет нам нужно научиться родителям доверять своих детей Богу я хочу чтобы мы спели сейчас этот гимн и чтобы ты когда будешь петь этот гимн если ты слышишь меня ты отец или ты мама чтобы твоя вера была возложена на Бога пусть твое упование будет возложено на Него он совершит давайте снова посвятим своих детей Богу давайте снова скажем что ты Господи можешь сделать все мы не можем там где они выросли и пошли своим путем но мы доверяем тебе ты сделаешь это ты сможешь давайте встанем друзья давайте споем эти удивительные слова пусть это будет от сердца твоего совершенство твое не имеет границ я ценю каждый миг жизни с тобою ты бессилье мою утираешь с ресниц наполняешь меня веночи мою я предвкушаю красоту поклонения я воздеваю я воздеваю и к тебе без страха и сомнения совершенный Бог поклоняюсь я святостью святостью твоей посиний меня теплотой согрей силой оговорить ничего не ценнее твоей совершенной любви совершенство твое не имеет границ я ценю каждый миг жизнь и столою ты бессилье моё утираешь с ресниц наполняешь меня миром живую я предвкушаю красоту поклонения я воздеваю руки к тебе без страха и сомнения совершенный Бог поклоняюсь я святостью святостью осени меня теплотой согрей силой оговорить ничего не ценнее твоей совершенной любви Замеченный Бог, поклоняюсь я, с радостью своей осени меня. Теплотой согрей, силой огари, Ничего не ценит твоей совершенно любви. Давайте молиться о детях наших сейчас, Отец Небесный.